Здравствуйте! Это библейский портал экзогет.ру. Сегодняшняя тема – беседа Христа о воде живой в храме Иерусалимском. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 37 по 52 стихи. Для того, чтобы приступить к изучению этой беседы Господа Иисуса Христа в Иерусалимском храме, необходимо понять, где именно эта беседа проходила. Данная беседа, а также ее продолжение, описанное в 8 главе Евангелия от Иоанна, состоялись в том месте, которое евангелист Иоанн называет «сокровищница храма». Однако сокровищница в данном случае – это не некое хранилище, не банковская комната храма, как можно было бы подумать. Как уже мы говорили в предыдущих беседах, храм Иерусалимский представлял собой огромный комплекс на храмовой горе. Когда верующие паломники поднимались на храмовую гору, то они проходили и подходили к такой зоне, которая была размером 500 на 500 локтей. То есть 250 на 250. Это была особая зона на храмовой горе. И вот эта зона, в свою очередь, была поделена на несколько частей или на несколько зон. Внешняя часть, внешняя зона называлась «двор язычников». Потому что те язычники, которые интересовались иудейской религией, могли подняться наверх на платформу храмовой горы и пройти до определенного места. То место, куда они могли дойти, было обозначено перегородкой. Она называлась «сорег» и, по разным сведениям, была высотой или в полметра, или, может быть, даже и выше – полтора метра. А вот за эту перегородку, внутрь, дальше, ближе к святилищу храма, могли подходить, проходить туда только евреи, как мужчины, так и женщины. Сейчас известна и была найдена даже табличка с надпись на греческом языке, которая запрещает язычникам под страхом смерти проходить за сорок. После того, как евреи проходили дальше, а язычники оставались, следующие зоны, на которые делилось священное пространство, были такие – «двор женщин», то есть то, куда могли проходить женщины, но не дальше. После двора женщин – «двор мужчин», и, наконец, ближе всего к зданию храма, к святилищу, находился двор священников, где располагались алтарь и так далее. Так вот, беседа Господа Иисуса Христа проходит именно во дворе женщин, то есть на той территории, которая примыкает непосредственно к двору мужчин и к двору священников. Известно, что двор женщин был размерами 71 на 71 метр, так что его площадь составляла примерно 5000 квадратных метров, а количество паломников, которые одновременно могли там находиться, было около 6000 человек. Для того, чтобы отделить мужчин от женщин, поскольку в этот двор могли проходить и те, и другие, была построена колоннада, крытая колоннада по периметру женского двора, так что сверху на колоннаде располагались женщины, их было меньшее количество, а внизу как раз и располагались мужчины. В этом же женском дворе были светильники высотой по 25 метров. Из этого двора в двор мужчин вела особая лестница с полукруглыми ступенями, которая поднималась к воротам, и уже через эти ворота мужчины заходили дальше в двор мужчин. Так вот, в галереях, которые были по периметру двора женщин, располагалось 13 особых деревянных копилок для сбора пожертвований. Эти копилки назывались шофарот, то есть ящики шофара, от еврейского слова шофар труба, потому что они представляли из себя весьма оригинальную конструкцию. Вверху была бронзовая воронка, от которой шла труба, и, соответственно, эта бронзовая труба уже выходила в деревянную копилку. Таким образом, эти копилки для сбора пожертвований позволяли услышать, какая именно монетка была брошена. По звуку монетки Господь Иисус Христос, как это описано в Евангелии от Луки в 21 главе, услышал, что бедная вдова бросила всего две лепты. Но некоторые люди, богатые, состоятельные, бросали туда тяжелые серебряные шекели, и это тоже было слышно. Таких копилок было 13 штук, и расположены они были по периметру в галерее. Надо сказать, что семь из этих копилок были подписаны. Одна содержала такую надпись «Для сбора в старых шекелях». Другая – «Для сбора в новых шекелях». Третья – «На жертвенных птиц». Четвертая – «На жертвенных птенцов». Пятая – «На дерево». Шестая – «На фимиам». И, наконец, седьмая – «На золотую крышку ковчега на престол Господень». Оставшиеся копилки были без надписей. И вот по причине наличия в галереях вокруг женского двора таких копилок для сбора пожертвований, женский двор также получил другое номинование «Сокровищница». Итак, переходим к самому повествованию. Вероятно, Господь Иисус Христос стоит где-то в женском дворе рядом или с полукруглой лестницей, или чуть даже выше ее, рядом с воротами Никанора. Это будет ясно из дальнейшего повествования. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. «В последний же Великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». В последний Великий день праздника. Речь идет о празднике кущей или палаток. Этот праздник праздновался на протяжении семи дней, однако последний день был восьмой. Надо сказать, что на протяжении семи дней совершался особый обряд. Он буквально назывался «текущая вода» или «обряд возлияния воды на жертвенник». Каждый день после свершения жертвоприношения священник выходил и в сопровождении процессии шел к источнику селам, там набирал воду в особый кувшин, затем в сопровождении такой же процессии с пением, с плясками, с радостными восклицаниями возвращался назад в храм и возливал эту воду на жертвенник. И вот в Мишнецком трактате «Сука» говорится, что «тот, кто не видел обряда текущей воды, вообще ни разу в жизни не видел веселья». И вот это продолжалось на протяжении семи дней праздника кущей, потому что евреи воспоминали хождение своих предков по пустыне, а для пустыни очень важно наличие воды, источника воды. Вспоминали в частности и то, что в определенный момент, когда не было воды, из скалы источил Моисей по молитве ко Господу воду для евреев. Но в последний день праздника, в восьмой, этого обряда текущей воды не совершалось. Поэтому Господь Иисус Христос выходит и хочет сказать следующее. Сегодня нет этого обряда возлияния воды, но вы можете прийти ко мне для того, чтобы напиться те из вас, кто жаждут. «Возгласил», говоря, в греческом тексте содержится очень интересный глагол. Глагол «кразо». «Кразо» означает «закричал». Получается, что Господь Иисус Христос встал где-то на видном месте, может быть, наверху лестницы у воротника Нура, и буквально закричал, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Закричал для того, чтобы привлечь к себе внимание, но закричал неистошно, неистерично, ненадрывно. Он именно громко это сказал, для того, чтобы привлечь внимание, для того, чтобы все, кто присутствует на женском дворе, могли обратиться к нему. «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Сегодня не совершается обычный обряд возлияния воды на жертвенник, но это и не нужно, потому что у вас будет другая вода. 38-й стих. «Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». И вот это очень важный стих для понимания того, где именно стоял Господь Иисус Христос. Потому что здесь он, безусловно, ссылается на книгу пророка Иезекииля на 47-ю главу. Когда пророк Иезекииль описывает эсхатологический храм в Иерусалиме, в этой главе он говорит о том, что некий муж, видом как медный человек, то есть необычный, особый ангел, который показывает ему этот храм будущего, Иезекииль говорит, что этот муж показал ему, как начиная от храма на восток идет вода, поток, ручей. И вот вместе с Иезекиилем этот необычный муж отходит на восток дальше на тысячу шагов, и Иезекииль видит, что этот поток становится глубже по лодыжку. Отходит еще на тысячу шагов, и уже глубина потока по колено. Отходит еще на такое же расстояние, уже по пояс, и наконец через тысячу шагов уже настолько глубокий поток, что необходимо даже плыть. И вот Иезекииль, описывая это видение, говорит, что это особая вода, вода живительная, потому что она оживляет все, что кругом. И соответственно те, кто ее пьют, эти люди перестают болеть, растения насыщаются, растения, которые от этой воды питаются, их листья тоже становятся целебными, постоянно дают плоды и так далее. То есть описан особый поток, берущий начало с восточной стороны храма, то есть именно там, где была лестница, ворота Никанора, начинался женский двор, и в видении Иезекииля этот поток тек на восток. То есть дальше через женский двор и так далее. Надо сказать, что исследователи отмечают в определенном смысле постройки женского двора возводились для того, чтобы исполнилось пророчество Иезекииля. Так, по крайней мере, мыслили себе евреи, когда строили женский двор. И он строился еще и позже времен Господа Иисуса Христа. Строительство завершилось примерно в 44 году по Рождестве Христову. Получается, что Господь, ссылаясь на Писание, стоит как раз в том месте, где по пророчеству Иезекииля и начинается животворящий живительный поток. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из-за чрева потекут реки воды живой. Однако Господь, указывая на пророчество Иезекииля, связывает его не с храмовым комплексом, не с созданием храма, а сравнивает, лучше сказать, указывает на самого себя. Для того, чтобы этот поток начал течь, необходимо уверовать в Господа Иисуса Христа. Каждый, кто уверует в Него, во Христа, не только насытится сам, потому что в предыдущем стихе Господь говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей. Но придя к Нему, веруя в Него, верующий получает столько воды, что эта вода из-за чрева начинает истекать, и верующий может даже и других людей насытить этой водой. Необходимо помнить, что в нашей с вами европейской системе символов ум – это интеллект, а сердце – это чувство. В семитской еврейской системе символов – сердце – это интеллект, а чрево – это именно орган чувств. Поэтому Господь, говоря о том, что живительная вода потечет из чрева, указывает на благодатное состояние. 39 стих. И вот сам евангелист Иоанн Богослов объясняет символику речи Господа Иисуса Христа. «Реки воды живой и вода живая – это благодать Святого Духа». Но благодать Святого Духа, которая в полноте изобьется на верующих только после того, как сам Господь будет прославлен. Что же значит прославлен? Подвижники и толкователи Древней Церкви говорили, речь идет о распятии Господа Иисуса Христа на кресте. Вот момент Его славы. Потому что, отдавая себя в жертву за нас, Он нас искупает, и через Его искупление мы избавляемся от греха, проклятия и смерти. Мы очищаемся, мы становимся способными принять Дух Святый. Чтобы в какой-то сосуд налить вкусный напиток, вначале нужно этот сосуд почистить. Вот так же и Господь своей крестной жертвой, своими страданиями и последующим воскресением нас очищает от греха, и мы способны принять благодать Святого Духа. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус не был прославлен. Как же не было? Неужели в Ветхом Завете пророки, выдающиеся лица не имели Духа Святого? Как же тогда святой пророк Давид молится, Духа твоего Святого не отними от меня? Не отними, значит есть у него Дух Святой. Конечно же, в Ветхом Завете тоже был Дух Святой на верующих, но избыток благодати Святого Духа – это уже удел новозаветных верующих после искупления нас Господом Иисусом Христом. Сороковой стих – многие из народа, услышав эти слова, говорили «Он точно пророк». Сорок первый стих – другие говорили «Это Христос». А иные говорили «Разве из Галилеи Христос придет?» Сорок второй стих – не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Сорок третий стих – и так произошла о нем распря в народе. По-гречески «схизма», то есть раскол, разделение произошло в народе, но здесь не народ. В греческом тексте стоит слово «охлос» – толпа, неорганизованная масса людей. Получается, что вот эта толпа разделилась в своих мнениях о том, кто же такой Иисус из Назарета. Одни думали, что он или пророк, или даже мессия, но противники возражали и указывали на то, что он пришел из Назарета, а мессия должен прийти из Вифлеема. Получается, что многие из присутствующих тогда, слышавших Господа, не знали о том, что он родился в Вифлееме. И сам Господь, похоже, не акцентировал на этом внимание. Он желал, чтобы они приняли его не только как мессию, не только как Христа, но даже больше, чем мессию. Это мы увидим в продолжении его беседы, которое продолжение изложено в восьмой главе Евангелия от Иоанна. 44 стих 7 главы. «Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук». Кто же хотел схватить? Евангелист Иоанн объясняет это в следующем стихе. 45. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и си сказали им, для чего вы не привели его, то есть не схватили и не привели к нам. В греческом тексте стоит термин «иперетис». Иперетис – это помощник, исполнитель, адъютант, ассистент. Получается, что мы наблюдаем с вами, как духовенство Иерусалимского храма вкупе с партией фарисеев объединились, и высокопоставленные духовные лица вместе с какими-то видными фарисеями не сами пошли за Христом, но послали своих ближайших адъютантов, помощников, чтобы его схватить и привезти к ним. Почему же они не привели его? 46 стих. Служители отвечали «никогда человек не говорил так, как этот человек». В греческом тексте служители отвечают «никогда человек не возглашал что-то важное, значимое так, как этот человек». Стоит глагол «laleo» – публично возглашать нечто очень важное или значимое. Отвечают абсолютно искренне, отвечают, описывая свою реакцию на достаточно короткую речь Господа Иисуса Христа. Отвечают, потому что то, как говорит Христос, полностью соотносится с пророчеством Иезекииля, а сила его слов и сила его духа подтверждают, что наконец-то пророчество о живой воде начинает исполняться. 47 стих. Фарисеи сказали им «неужели и вы прелестились?» или иначе можно перевести «и вы обманулись». 48 стих. «Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев?» Высокопоставленное духовенство, видные фарисеи, начинают отчитывать своих ближайших помощников. И говорят «да вы что, обманулись что ли? Разве кто-то из начальников, имеется в виду главы духовенства, или может быть кто-то из нас, из фарисеев, кто-то из него уверовал?» Это очень страшный аргумент, потому что этот аргумент, по сути дела, отнимает у служителей, у ассистентов возможность самостоятельного участия в духовной жизни. Это аргумент, который предлагает им подчиниться в духовном плане воле фарисеев и духовенства храмовых начальников. Но служители хотели бы иметь свое собственное мнение. Поэтому, конечно, когда мы слышим отсылку к начальству, то для нас, для людей современной эпохи, это в логике называется палочный аргумент. Мы с вами прекрасно понимаем, что и начальство может заблуждаться. Для нас, для христиан, только один без греха – сам Господь Иисус Христос. Но для того, чтобы понять, насколько наша жизнь относится с западными Христами, оценить мнение и высокопоставленных лиц, и простых, для этого-то и существует соборность в церкви, когда мы друг с другом общаемся и обсуждаем какие-то темы. А здесь исключительно палочный аргумент. 49 стих. Продолжают фарисеи отчитывать своих помощников. Но этот народ, невежда в законе, проклят он. Конечно, в тексте оригинала стоит охлос толпа. Но эта толпа, не знающая закона, они прокляты. В своем раздражении на Господа Иисуса Христа, который выливается на помощников, фарисеи доходят даже до того, чтобы проклясть, называя толпой верующих людей, пришедших в последний день праздника кущей в Иерусалимский храм. То есть тех, которые жаждут приобщиться к духовной жизни, но по какой-то причине не угодили фарисеям. Итак, мы видим, что злоба переходит уже в осуждение. Однако у Господа Иисуса Христа появляется адвокат в лице Никодима, того самого, который приходил ко Господу Иисусу Христу ночью для беседы, и беседа с которым описана в третьей главе Евангелия от Иоанна. 50 стих. Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, то есть один из высокопоставленных религиозных деятелей, говорит им. 51 стих. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает? Никодим апеллирует к тому, что когда появились такие страшные обвинения, обвинения, рефлексирующие даже на верующих, обвинения, которые ведут к проклятию простого народа, давайте, говорит Никодим, раз такие обвинения появились, призовем самого Иисуса, спросим, что он хочет до нас донести, устроим праведный и законный суд, как того и требует закон Моисеев. Однако Никодим пытается вступиться за Господа Иисуса Христа и за своего Учителя в тот момент, когда раздражение начальников и фарисеев достигает максимальной точки, точки кипения. 52 стих. На это сказали ему. «И ты, не из Галилеи ли, рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». Что здесь имеется в виду? Во-первых, конечно, насмешка над Никодимом, потому что они прекрасно его знали, он был один из них. Но, говоря «ты, не из Галилеи ли», они пытаются его, конечно же, унизить. А дальше говоря, «из Галилеи пророк не приходит», они либо указывают на то, что по их представлениям вообще закончился период пророков, все пророчество в еврейском народе прекратилось, либо на то, что в Галилее нету таких условий для религиозной жизни, которые есть в Иерусалиме, где храм, где фарисейские школы и так далее. Таким образом, робкая попытка Никодима встать на защиту Господа Иисуса Христа успехом не увенчалась, но не увенчались успехом и попытки начальников и фарисеев его арестовать и каким-то образом уже начать явное преследование Господа. Так вот, Господь продолжит эту беседу все в том же месте, в сокровищнице, то есть на женском дворе Иерусалимского храма, но уже будет указывать на себя не как на воду живую, не как на ту скалу, из которой исходит эта вода, подобно тому, как это было в пустыне, вода, дающая жизнь, и более того, делающая всех верующих настолько благодатными, что они могут поделиться этой водой с другими. Но Господь будет себя уже сравнивать с истинным светом, освещающим путь всякого человека. Большое спасибо за внимание. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok